Это программа «Страна спортивная Санкт-Петербург» на телеканале «Спорт». Я Никита Гулин, здравствуйте. Еженедельно по воскресеньям всё о спорте в северной столице вы узнаёте в нашем эфире. Сегодня вы увидите. Неужели это спорт, а не банальный стриптиз? Оказывается, да. В Петербурге прошёл чемпионат России по поэл-фитнесу. То, что вы увидите сейчас, пусть никого не введёт в заблуждение. Наша программа не поменяла тематику, просто зажигательная музыка и красивые девушки в ярких купальниках. Это не пенная вечеринка и не гоу-гоу-шоу в каком-нибудь из элитных клубов Санкт-Петербурга. Это действительно спортивное состязание. В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошёл первый в России чемпионат по поэл-фитнесу. Чем же отличается поэл-фитнес от банального стриптиза, попыталась выяснить наш корреспондент Мария Неволина. Конечно, для большинства людей это название вряд ли о чём-то скажет. Акробатика на пилоне, так ещё называют этот вид спорта, в России только начинает развиваться. И пока широко неизвестен. Поэтому участниц в Петербурге собралось не так уж и много, всего 19 человек. В Европе же сейчас картина совершенно иная. За границей он нашёл большое развитие. В последнее время проводится масса различных чемпионатов, конкурсов, соревнований и международного масштаба, и регионального, и городского. Что же такое поэл-фитнес? Для человека, воспитанного гламурными журналами и телепередачами, подобная картина является собой один из атрибутов развлечений в ночных барах. Но, как утверждают профессионалы, акробатика на шесте не имеется стриптизом в клубах, ничего общего. Пол-дэнс – это танцевально-акробатическое направление и, безусловно, спорт. Свои программы с, если так можно выразиться, параллельным направлением тоже сравнивали. И выступления большинства танцовщиц в кабаках тренеры специальных школ пол-фитнеса оценивают крайне слабенько. Люди, которые ходят заниматься, это, как правило, люди, которые с клубами не имеют никакого отношения. То есть люди в основном занимаются для себя, но у многих это перерастает уже в более профессиональное хобби. Но не стриптиз, как правило, то есть все хотят именно работать и танцевать в пол-дэнс. Соревновательная часть первого чемпионата России по пол-фитнесу представляла собой два потока. Первым выступали любители, следующие – профессионалы. Деление простое. Профессионалы – это не те, кто за акробатику на шесте получает деньги. Под категорией «профи» подразумевается сложность программы и отдельных элементов. Оценивался танец по трём критериям – имидж и подача, то есть артистичность. Танец – это хореографическая составляющая номера. Ну и техника, то есть сложность и частота выполнения трюков. Длительность выступления – от трёх до пяти минут. Все участницы старше 18 лет. Здесь, как и на любых соревнованиях, всё серьёзно. Есть специальные правила, в которых более 15 различных ограничений. Дисквалифицировать могут за использование стрингов, кожаных или латексных костюмов, за выход в зал или к судьям во время выступления, за порчу чужого реквизита. Запрещено подпевать своему музыкальному сопровождению, и за это, кстати, также снижали баллы. Что касается музыки – отдельный разговор. Она не должна содержать слишком вызывающих текстов. Пол-данс делится на две категории. Это пол-фитнес и артистик пол-данс. В номинации пол-фитнес в основном ценятся трюки, связки, выносливость, гибкость. А категория артистик пол-данс отличается от фитнеса тем, что в первую очередь здесь ценится артистизм, образ, индивидуальность, эстетика. Люди старшего поколения вряд ли воспримут такое зрелище, как спорт. И многие участницы чемпионата России признаются, что пока скрывают от родителей, какого вида акробатикой они увлекаются. А вот петербурженка Анастасия Воронцова, которая в итоге и стала победительницей турнира, не стесняется своего увлечения. Даже в налоговой инспекции, где она работает, все знают о ее хобби. Что уж говорить о родителях. Моя мама сначала, конечно, не понимала, что это моя мама довольно консервативная. Она не совсем поняла, что это танцы у меня такие. Но когда я ее пригласила на чемпионат, она, конечно, стала их фанаткой. И теперь моя мама, тетя, все за меня болеют, все за меня переживают. Кстати, пол-дэнс – прерогатива не только девушек, как может показаться. Мужчины тоже продемонстрировали свои выступления на пилоне. Правда, их было всего двое, но их программы за счет большей физической силы смотрелись порой даже эффектнее. Константин Леготкин, лидер мужской акробатики УШИСТА в России, сначала сидел в жюри, а затем на показательных выступлениях удивил всех своими способностями. По его мнению, этим видом спорта может заниматься любой желающий. Сейчас тенденция такая, что максимальное количество людей любого пола начинает заниматься этим видом. Так как я его представляю в фитнес-индустрии, это максимально интересно, это проходит в рамках групповых программ, что я думаю, что для любого возраста, абсолютно, для любого пола пункт лэнс подвластен. В домашних условиях шест, конечно, не в каждой квартире поставить можно, но они уже есть в фитнес-клубах. Главное – начать, а определить, какой вид физической активности вам ближе, на шесте или без него, можно и позже.